Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Все, что мы рассмотрели до этого, важно и нужно всем, кто работает с аналитикой. А то, что рассмотрим в этом видео, заинтересует уже только специалистов в узкой, но очень важной для общества сфере – сфере НКО и благотворительных организаций. Но некоторые приемы, например, отслеживание транзакций, изучение пользователей по Client ID и работа с e-commerce могут использовать и коммерческие структуры. Так что смотрите все, танцуют все. Рассматривать работу с жертвователями я буду на примере плагина Leica. Плагин Leica хорош всем, но во-первых тем, что он действительно хорош, а во-вторых тем, что у меня по нему также есть онлайн-курс. Полные, подробные, поэтому все вопросы по установке и работе плагина туда, ссылка в описании. Сначала мы поговорим об общих принципах для любого плагина по сбору пожертвований, а потом я расскажу о специфических особенностях Leica в работе с аналитикой. Итак, вот посетитель сайта совершил пожертвование. Я использую этот тестовый магазин, но в реальности все было бы именно так. Его перекинули на страницу, страницу спасибо. А значит транзакция прошла. Что мы имеем? Какую информацию мы можем из этого выудить? Во-первых, мы имеем URL страницы с формой пожертвования. Можем настроить цель на эту страницу. Как настраивать цели повторять не буду. Я подробно рассматривал это в четвертом и пятом уроках. Далее у нас есть кнопка пожертвовать. Также можно настроить целью события. Клик по кнопке. Дальше у нас есть страница спасибо. Цель – посещение страницы. На странице у нас есть кнопка подписаться на новости. Цель – отслеживать события. Итого, что мы имеем. Мы можем отследить всех, кто перешел на страницу пожертвований. Это самое что ни на есть целевая аудитория. Клик по кнопке пожертвовать – это, наверное, лишнее. Люди переходят все-таки с целью перевести пожертвования, но если процент кликнувших по кнопке намного меньше, чем перешедших на страницу, что-то может быть не так с плагином. Например, нет подходящей формы оплаты. Далее страницы спасибо. Если дошли – платеж прошел. Опять же, если процент перешедших на эту страницу значительно ниже, чем нажавших на кнопку пожертвовать, что-то может быть не так с настройками платежной системы. Тоже повод задуматься и начать выяснять. И последняя – подписка на новости компании. Если человек кликнул, значит это ядро целевой аудитории – максимально лояльный посетитель. Это тоже полезная информация для аналитики. Таким образом мы можем настроить все четыре цели, а дальше уже создавать сегменты, сравнивать и анализировать. Наверное, про четыре цели это я переборщил, хотя для отладки и для того, чтобы убедиться, что все работает, можно и настроить. Просто чтобы посмотреть показатели, сколько человек, до какого шага дошли. А вот если уже говорить про анализ аудитории, про составление сегментов, наверное, достаточно одной цели. Например, страница спасибо. И дальше уже можно смотреть, кто они, откуда трафик, демографические данные, как вели себя на сайте и так далее. Словом, был бы сегмент, а аналитика найдется. Сегмент по целям находится в расширенных сегментах. Ну, по меньшей мере. Есть вообще разные способы отслеживать пользователей по целям. Можно создавать последовательности. В общем, можно делать по-разному, но можно и так. Так мы получаем сегменты и всю необходимую пищу для размышлений. По меньшей мере всегда можно заглянуть в демографию, если нет каких-то специфических условий. Демография, пол и возраст — это всегда важная и полезная информация. Не всегда достаточная, но очень важная. Женщины или мужчины, молодежь, среднего или выше среднего возраста — не стоит объяснять, как будет разниться ваша стратегия по привлечению пожертвований в зависимости от этих показателей. Но тут есть одна беда. Вы можете увидеть в демографии вот это. Точнее, при первом заходе вы увидите информацию о том, что сбор демографических данных не включен, его надо включить. Если включите и возникнут сомнения, можно проверить это здесь, в панели администратора в настройках ресурса. У меня она включена, но демографические данные не собираются. Такое бывает, и насколько я понял, относится к сбоям. Один из способов решения — покопаться в настройках Google Analytics. Опять же, показываю на примере Google Tag Manager. Нам нужны настройки, и здесь нужно включить переопределение настроек. И дальше… А вот, дополнительные настройки, и в рекламе нужно включить функцию для KMS True. С большой долей вероятности после этого демографические данные начнут собираться. Но опять же не сразу, а по прошествии 24 часов. Все. Мне кажется, про общие настройки отслеживания пожертвований я рассказал. Хотя нет. Есть еще статистика по пользователям. Она находится вот здесь. Также очень полезная закладка, где собрана информация по конкретным пользователям на основе Client ID. Так как сегмент перешедших на страницу пожертвований у нас уже создан и открыт, мы можем перейти в этот сегмент, и тут будут собраны все пользователи, которые нас интересуют с точки зрения конверсии. И по каждому пользователю мы можем посмотреть подробную информацию. Тут даже предполагается фото, но я не очень представляю, откуда он его может подтянуть. Мне кажется, я ни разу не встречал здесь фото клиента. Кроме общей информации об устройстве, источнике, дате последнего посещения и тому подобное, тут есть детальная информация по часам и минутам, как пользователь взаимодействовал с сайтом. Все, на этом общий обзор можно закончить. Все, что мы сделали, можно сделать штатными методами аналитики и с любым плагином по сбору пожертвований. А кроме штатных, есть еще продвинутые методы, которые связаны с функциями электронной торговли и уникальные функции, которые есть в плагине Leica. Но об этом мы поговорим уже в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok